Как думать о своих слабых сторонах, чтобы сделать их сильными? Прежде всего, надо четко понимать, что вы про себя плохое думаете. Выпишите. После того, как вы пишете, вы себе представьте, что идет какой-то человек и говорит вам. Причем, желательно, вы берите, который вам не нравится человек. И он говорит, ты глупый, ты слабый, ты непунктуальный и так далее. Что у вас рождается в этот момент? Внутренний протест. А вы тот человек, который себе эти гадости говорит. Ни в коем случае нельзя абсолютизировать какие-то свои промахи, ошибки, еще что-то. Если вы где-то что-то не догнали, это не значит, что вы вообще тупые. С чего это? Если вы куда-то опоздали, это не значит, что вы непунктуальный. Не надо абсолютизировать. Вы большую часть времени приходите вовремя. Иначе вас отсюда бы поперли уже 10 раз, понимаете. Не из дома включать. Особенно из дома, если вы приходите не вовремя. Поэтому, пожалуйста, перестаньте сами себя ругать и придумывать себе всякие гадости в голову. Чувствуете, что у вас есть где что-то совершенствовать. Выделите это себе. Подумайте, какие вы можете шаги предпринять для того, чтобы это дело улучшалось. Неважно, это ум, сила, воля. Все там вы все можете напридумывать. Все можно улучшить. Главное, приговор себе не устраивать. У меня слабость. Слабость, понимаете, какая-то. Слабость в другом месте. А у вас нет. Такая сильная сторона. Слабость в другом месте.